и вообще чего мы ждем от мы в 2017 вот в этой сфере недвижимости можно я сбоку зайду по обыкновению вчера разговаривал с крупным серьезным застройщиком обсуждал обсуждали большой проект очень серьезный городской проекта но таких не было наверное в следующей программе я уже о нем расскажу пока еще нельзя сделка не подписано вот и там есть такой кусочек до небольшой зеленая зона недалеко от железке треугольничек и запланирован бизнес-центр и вы будете строить он будет построить можно построить не проблема проблема в том что строится на кредитные деньги минимум 15-20 процентов до стоимость кредита оккупаемый бизнес center 108 лет процентов процента но без разницы и вот как можно построить на кредитные деньги бизнес-центр Который каждый год приносит минус Ты на него потратил миллиард Допустим, 500 миллионов Выплачиваешь эти деньги По 15% годовых А он у тебя окупается 10% годовых Ты сидишь в твердом убытке Это к вопросу об экономическом форуме Строительство не существует Отдельно от всей остальной экономики Вчера какая-то очень Настойчивая барышня Коллега С одного из телеканалов спрашивала Будет ли у нас расцвет строительства Назовите мне хотя бы пару отраслей Кроме производства и продажи вооружений Так удачно испытанных в Сирии Вот у нас такая презентация произошла ВПК работает нормально Какие еще отрасли конкурентоспособны Мировой рынке Где у нас рост 10% годовых Чтобы отбить эти деньги хотя бы Поэтому к сожалению расцвета В строительстве не будет Инвестиционные проекты большие Крупные будут подписаны Но если вы обратили внимание Крупные проекты последнего времени Все построены на том источнике Который наши государственные люди Называют наша вторая нефть Это население Вторая нефть это население Вот ипотека Так называют А где это так называют Если не ошибаюсь Это один из вице-премьеров Можно в гугле поискать Я вот сейчас не буду называть фамилии Потому что боюсь ошибиться Окей Гугл Вице-премьер Вторая нефть Граждане это вторая нефть Да это мы с вами Это наши платежи Это наши платежи по кредитам Это наши налоги Это наши штрафы Бесконечные за все И их будет больше и больше Ну за границей садоводством Например за те же самые Непоставленные вовремя И так далее и так далее И другого источника нет Другого источника доходов В экономике не просматривается Нефть заканчивается И терпение иногда заканчивается Терпение у нас больше чем нефть Наверное так То есть вернемся к ПМФу Главное на что нужно обратить внимание Именно с точки зрения недвижимости Вы как готовитесь к этому мероприятию Чего лично вы ждете Как шеф-редактор профильного издания Сколько интервью у вас запланировано Во-первых Я вас может быть расстрою Наше небольшое профессиональное издание На международный экономический форум Не приглашают Аккредитоваться то крайне сложно То есть наши люди ходят Время от времени Но аккредитуются от ведомостей Например от коммерсанта Профессиональное издание по недвижимости Там не нужно Понятно Вот Дискуссии которые были бы интересны И действительно важны Я там не обнаружил Меня вот заинтриговала фраза С удовольствием бы Герман Оскарщи Грефа Допросил подробно Он собирается Он собирается регистрировать сделки с недвижимостью За один день Это волшебно Но это понимаете Вот зачем Может быть он в Эстонию собирается Нет-нет А зачем регистрировать сделку за один день В сделке Которая проходит у человека один раз в жизни Максимум два Нет необходимости в такой спешке Это спекулятивные сделки быстро регистрируются И в условиях кризиса валютного Очень быстро надо все делать Ну или это фишка банка Которая таким образом привлекает себе дополнительное внимание Отнимая хлеб у нотариусов, регистраторов У риэлторов и так далее Замыкая сделки на себя Будем надеяться, что Германович объяснит Зачем это ему нужно В рамках ПМФ или позже Экономия времени граждан Ну а как же Да нет, все нормально Они действительно отъедают большой кусок рынка Но не весь Делаем вывод От ПМФа Мы ничего не ждем Нет Если честно Я не слежу за программой Потому что слова, которые там сказаны Это знаете Это как расшифровывать сигналы кремлевских башен Такое отдельное увлекательное занятие Мы раз в среду здесь собираемся И будем анализировать Потому что там насыпется уже с завтрашнего дня Я думаю, что в следующей среде Если бы мы как серьезные журналисты Советской эпохи готовили эту публикацию заранее Я вам без больших ошибок Мог бы продиктовать 3-4 выступления Не сильно бы ошибся Я вас так аккуратно сегодня к этому подталкивал Но я не сомневаюсь, что вы способны Нет, это там просто одно и то же Это говорильня не имеющая особого экономического смысла К сожалению Но снова будут про ГЧП Снова будут про ГЧП в ЖКХ Про инфраструктурные контракты Опять-таки вторая нефть Инфраструктурные контракты Они на платежах граждан строятся Ну, ЗСД Поехали 160 рублей отдали Все А почему там асфальт меняют Через полгода после укладки Это вопрос Не к организаторам проекта То же самое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok